Вчерашние сухие поражения от Енисея и Сепсельмаша подопечных Сергея Тарасова не сломили. На игру с Саянами ребята вышли только с одной целью – победить. Начало встречи выдалось с Голевым. Уже к 14-й минуте Стасенко оформил дубль. Один мяч на счету абаканца Бофта. За хоккеем с трибуны наблюдает Александр Завидовский. Отец известного игрока на матче по хоккею с мячом ходит регулярно. Енисей, конечно, да, команда посильнее, базар они. А, допустим, тот же Сепсельмаш, тот же Кузбасс, ну еще нету ничего еще. Вот второй этап пройдет. А вот чемпионат уже покажет совсем другого. Ну вот, пожалуйста, красавец прошел, Стасенко забил гол. Вот это же красиво. Красиво. Ну вот и все. Судить о силе команд сегодня бессмысленно, уверен Александр Завидовский. Клубы только вкатываются в сезон и наигрывают составы. Но на хоккей ходить можно и нужно. Говорит, он подкупает своей простотой и зрелищностью. Понятной даже иностранцу. Я не говорю по-русски. Кузбасс. После первого тайма Кузбасс вел 5-1. Хит-трик оформил Стасенко. Изменить хоть встречу гости так и не смогли. В начале тайма гол красавец провел 17-летний нападающий кемеровчан Владимир Каланчин, дозаявленный в команду в конце прошлого года. Успехам молодежи рад и Алексей Логинов. Болельщик с 30-летним стажем за родную команду болеет независимо от результатов. Нормально играет команда. Я думаю, надо побольше видеть по воротам и все. Каждый старается себе. Надо играть командой. Победа над Саянами стала для Кузбасса второй в этом сезоне. Сегодня наша команда занимает 5-е место в турнирной таблице. Завтра подопечные Сергея Тарасова сыграют последний матч на первом этапе Кубка России. Противостоять Кузбассу будет сосед по турнирной таблице Иркутский клуб «Байкал Энергия». Антон Авачев, Алексей Зайцев. Новости моего города.